Это телерадиоканал! Оркестра Дарья Лимана и Вадим Зайдин! Доброе утро, ребята! Доброе утро! Спасибо вам огромное, что вы нашли время вот в этой кутерме суете перед вашим большим концертом 30 июня и пришли к нам в гости, чтобы о концерте рассказать, чтобы попеть и чтобы билеты подарить нашим слушателям. Да, но не просто так. Давайте вот мы с этого прям начнем. Значит, что нужно сделать для того, чтобы получить два билета на концерт в 16 тоннах? Нужно сказать, как называется наш последний альбом. Вот. Вот такое у нас сегодня задание. Тот, кто нам даст правильный ответ, написав на номер плюс 7909-928-189-9, получит сколько будем дарить билетов? Парочку. Парочку. Или один? Ну, кого? Давайте два. Давайте два. Это несерьезно. Давайте два. Получит парочку билетов от Вадима и Дарьи на концерт, которые, вот теперь самое главное, состоится 30 июня в клубе 16 тонн, начнется в 8 часов вечера. Вот. Давайте к большому летнему концерту. Давайте с него и начнем нашу беседу. Что это будет за праздник? Что там будет за песня? И чем мы будем... Мы, главное, да, уже примазался? Хорошо, да, сразу? Давайте про два билета не зря скажем. Давайте четыре тогда уже заглянем. А вы-то ответ знаете уже, да, как называется? Нет, мы не участвуем, нам нельзя, потому что мы сотрудники. Знакомый какой-нибудь пошлет. Слушайте, ну мы просто придем к 16 тоннам 30 вечерком, там потремся. Слушайте, давайте еще раз, поскольку мы заговорили эту тему, она важная на самом деле. Значит, вопрос, как называется последний альбом, и вот самый свежий, да? Да. Который у вас вышел, и, друзья, правильные ответы присылают, да и неправильные присылайте, желательно правильные ответы. Плюс 7909, 928-1-89-9, кто пришлет правильный ответ первым, получит два билета на концерт. Ну давайте, рассказывайте, джесс-данс-оркестра, что будет творить на сцене? Вадим, расскажите. Что будем творить? Будем уже идти проторенной дорожкой, и немножко все-таки будем и свои авторские песни будем играть, исполнять. Даша, споешь, да? На концерт? Или для этого надо репетировать специально? Так не, а пусть сегодня репетиция будет как раз. Даже чуть поближе к микрофончику? Да-да-да. А не хочешь правду говорить просто? А страсти накаляются, да? Я так смотрю, вот за неделю, за сколько-то, 9 дней до концерта, да? Да-да-да. Планы меняются. Я так понимаю, что... Что сейчас в прямом эфире решается судьба каких-то композиций, уж точно. Даша, прокомментирую, а в чем интрига сейчас? Почему Вадим так на тебя смотрит? Ну, давайте стоим в этом году. Давайте до концерта. На 30 июня оставим. Профессиональные такие хитростые тайны. Окей, значит, будут авторские песни, будут проявляться профессиональные тайны джаз-дэнс-оркестра, да? Да. Профессиональные тайны так и не раскроются, скорее всего. А, не раскроются так и, да? Ну, какие-то... А интрие? Интрие. Скандалы расследования? Все зависит от того, будет ли... Не от того, а от тебя зависит. От меня. Посмотрим. Да, это все зависит от Даши. Вот она сможет это спеть или не сможет, захочет, не захочет, успеет, не успеет. Я-то все смогу. Даша, а каково существовать в коллективе, когда на тебя такой вот прессинг со стороны коллеги такой, знаешь? Да я сама не промах, так что все нормально. Это да, но все равно побеждает мужская часть. Ну, а честно, если сейчас серьезно, ребята, вот перед концертом, бывает, что ссоритесь, что прям сложно договориться? Нет, наверное. Нет, не бывает. Ну, какие-то разногласия по мелочи, да? Ну, да. Что-то бывает. На юмор выходите и... На юмор ФМ, да. Вот почти. Нет, нет, нет. На страну ФМ. Уходим, и все хорошо. Да, вы вышли сегодня в эфир телерадиоканал «Страна ФМ». Напоминаю, что у ребят будет концерт 30 июня, и вы, кстати, вот уже можете сейчас писать плюс семь — девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один, восемьдесят девять и девять. Как называется последний альбом? Джесс, 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 джесс-джесс-джесс-оркестра. Спасибо, Кутузов, присоединяйся. Пока я немножко... Я бы плохо знакома с джазом, мне кажется, как-то все-таки. Нет, а знаешь, не так-то уж и плохо. Вот мне надо сейчас, мне надо... А просто мы не первый раз уже встречаемся. Да-да-да. И даже не второй, кстати, глава. Мы обогатили сегодня твои знаниями. Было время, чтобы выучить слово джаз, как произносить. Слушайте, ну понятно, что по поводу концерта все секреты нет смысла раскрывать, потому что надо просто прийти, посмотреть и послушать, как это будет. Это будет в каком варианте? Это будет полное, ну, что называется, электричество, или это будет такой вот камерный концерт? Нет, не камерный, скорее всего. Хотя несколько песенок, может быть, мы и сыграем. Да, лайтовенько, что скажешь. А может и нет. Посмотрим. Как настроение? Как пойдет. Вадим, вот ты сейчас сказал фразу, пока там, Юля, понятно, что пошутил, конечно же, я разбираюсь в джазе, как никто в нашей стране выучит слово джаз. Конечно, пошутил. Слушай, я не могу не спросить. Наши соотечественники, которые слушают вашу музыку, которые придут на наш концерт, они, понятным делом, уже выучили слово джаз, и уже, наверное, смеется Вадим. Никто ничего не выучил. Вот джаз сегодня в России, в понимании наших соотечественников, это что сегодня? Ой, я думаю, что это какая-то все-таки клубная или фестивальная музыка, атмосфера. И, ну, то, что раньше в профессиональных кругах было, под словом джаз понималось, ну, лет 15, 20, 30 назад, ну, сейчас меняется, в общем-то, все. И под словом джаз люди много чего себе представляют, даже нас. Мы хоть и называемся джаз, но да, да. Чуть-чуть. Но истинно такие, истинные джазовые музыканты нас, наверное, джазом не могут никак назвать. Ну, потому что у вас такой забористый микс, да, и хип-хоп, и популярная музыка, и рок, и американский джаз, и русский фольклор, как бы, в принципе, все есть в репертуаре. Да, в репертуаре просто у нас такой состав, наверное, джазовый или около джазовый, что-то вот в этом роде. Ну, все-таки есть у нас. Такое звучание. Ну, есть. Хотя я, знаете, что заметила в последнее время, вот, Влад, очень часто на девичниках, ну, на наших тусовках, да, где нет мальчиков. А что он там делает, кстати? Я вот тоже хотел спросить, почему меня об этом надо спрашивать? Девичники и я, это раз девичник, мне кажется. То есть я не вижу связи никакой. Вспомни вот наш последний девичник, да, в прошлую субботу. Да, и что такое, я не помню. А обычно я не запоминаю такие вещи. Так вот, девчонки говорят, слушайте, а давайте вот это вот переключим и включим какую-нибудь там легкую джазовую музычку, что-то такое. И я, ну, крайне удивляюсь, потому что там молодые девушки все больше и больше хотят слушать такую музыку. Это у вас хорошее окружение. А что вы все-таки в итоге включили, вы знаете? Вот это будет понятно, что по словам джазовый. Нет, нет, Вадим, ты должен спросить, а где вы, Юля, собираетесь вообще? По каким дням это происходит? Если вы там бываете, я, значит, у вас. Учитывая, да. Учитывая то, что амбассадора этих тусовок, мы с Кутузовым, естественно, мы включили 89,9. А вы как думали? Слушайте, ну, мы шикарно начали, мне кажется, абсолютно, да? Давайте продолжим в том же духе. Сейчас у нас небольшая пауза, мы приверемся на рекламу. Кстати, после нее сразу будет клип, песни... Как это правильно прочитать? Рэк-н-бол. Рэк-н-бол, действительно, да. Джаз-дэнс-оркестр, давайте его посмотрим совсем скоро и послушаем, а потом вернемся и продолжим хохотать. Ну вот, таким образом мы начали музыкальную часть нашей программы. В гостях у нас джаз-дэнс-оркестр, или, как любят говорить мои соведущие, джаз-дэнс-оркестр. Вадим, Дарья, доброе утро еще раз. Доброе утро. Давайте напомним главное для наших слушателей, что мы разыгрываем билеты на концерт джаз-дэнс-оркестр, который 30 июня в клубе 16-й он пройдет. Что вам нужно сделать для того, чтобы парочку, да, парочку оставим, билетов получить? Нужно ответить на вопрос, как называется последний альбом группы джаз-дэнс-оркестр. Мы можем даже небольшую подсказочку дать, он вышел в 2018-м, в прошлом году. И правильные ответы присылайте по номеру плюс семь девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять. Это и обычные смс-сообщения, и вайбер, и этот, как его еще? Ватсап. Ватсап, конечно. Давайте обсудим последние свеженькие новости. Вот с чего начнем? Даша у нас девушка, ты выбирай с Саладина или с Мадонны? Ну, давайте, наверное, с более неприятного. Саладин? Саладин. 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 Хорошо, такая. Влад очень красиво умеет имя этой женщины объявлять. Ну, Мадонна, да. Мадонна. Влад. Мадонна. 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 Джесс. Слушай, смотрела ты, Даша, скажи мне, пожалуйста, Евровидение выступления. Да, я посмотрела. Ну, что ты можешь сказать? Там же есть два варианта в интернете, один оттюненный уже, то есть окончательная. Я не видела оттюнина, я видела по телевизору, меня заставили включить меня, потому что мои ученики просто написали, смотрите, Даша, вы смотрите Евровидение, скажите, что вы думаете вот по поводу того-то. Я говорю, ой, ребята, поздно же шло Евровидение, я говорю, может, нет, ну, посмотрите, ну, скажите. Я включила и начала смотреть и посмотрела. И уснула. Нет, там не уснешь, там от этих звуков не уснешь. Можно Мадонне так выступать или нет? Ну, что ж, нужно отдать возраст уже, как бы, вот, не знаю, почтение свое, но лучше бы, конечно, нет. А почему она так пела? Я вот думаю, а может быть, она всю свою жизнь обманывала, и реально она, да, там, и петь-то никогда, и у нее... Ну, она же сообщится. А вот скажите, вот, знаете, мы таким вопросом таким задались, а какие вы песни знаете Мадонны известные? Ну, миллион. Они есть их там. Ну, какие, ну, какие, вот я парочку знаю. Про дельфинчиков, про рыбок, я не помню, на заднем фоне там. Слушай, ну, я тебе могу очень много сказать. Множество, люди-то знают. Рэблайт, мьюзик, черриши, старые, лайка, прэв, ну, куча, на самом деле, на самом деле. Ух ты. Лайка, вёрджин. Слушай, я бесконечно могу продолжить. Не, ну, наверное, да, но как-то мне вот что-то в голову. А ты потому что молодая. Я слушала Мадонны. Даш, ну, скажи, вот падали они в конце эффектно, если ты досмотрел до того момента, когда они уходили за сцену, да, вот это вот круто же. Может быть, ради, может быть, не обязательно петь? Ну, это же шоу, конечно. Ну, да. 30 июня в клубе 16 тонн самый неожиданный трюк, который исполнит Дарья Лиман, будет что? И Дарья такая, ну, мы упадем за сцену, конечно. Конечно, за сцену и больше оттуда не встанем. Нет, это же будет неожиданно, а так все будут ждать. Это будет неожиданно в конце. Но будет, оно будет, да? А, я не знаю, Даша, ты будешь падать там в конце, нет? Если будет много народа, я могу вперед упасть. Даша, пусть падает Мадонна, а Даша Лиман что-то другое сделает. Слушайте, нам надо сейчас прерваться вновь, у нас небольшой перерыв рекламный. Да сколько ж можно? Ну, сколько можно? Я буду звать тебя, Влад, прерыватель. Прерываемся на паузу. Переключатель. Скоро продолжим. Доброе утро. Спасибо, Юля. Доброе утро. Сегодня мы встречаем день вместе с коллективом Jazz Dance Orchestra. У нас здесь Даша Лиман и Вадим Зайдин. Ну и великий прерыватель вместе с вами. А прерыватель, напомни-ка, какие подарки сегодня у нас артисты дают? У нас же два билета мы сегодня разыгрываем на концерт группы Jazz Dance Orchestra. Пройдет он в 16 тоннах совсем скоро, уже 30 июня. Я же не ошибся? Да. Начало 8 вечера, как всегда. Вот я все знаю, видите. Очень будет классно, на самом деле. Приходите. Да, для этого нужно прислать название альбома, который вышел у ребят в прошлом 18-м году. Номер прежний, плюс 7, 909, 928, 1, 89, 9. У нас уже есть правильные ответы, но вы все равно присылайте. Мы так с вами ловко начали обсуждать какие-то злободневные темы, да, по Мадонне прошлись. Я знаю, что вы «Аладина» недавно посмотрели, ребята, и впечатлены не столько мультиком, сколько музыкальной частью, да? А это же был не мультик, это был фильм. А, ну да, да, да. Вот-вот-вот. На самом деле, я на самом деле советую посмотреть. Сейчас большое фиаско было, да, просто? Да, да. Огромнейшее. Эпик фейл. Еще одна вам загадка. Эту картину снял сейчас нетипичной для такого формата. Бывшая муж Мадонны. Он же? По-моему, Гай Ричи. Гай Ричи, да, да, да. Да, 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 да. Ну вот, все, я реабилитировалась. Все, все интригу, главное, все сломала. Ну, в общем-то, нетипично для него такое вообще. И на самом деле его стиль малоузнаваем, но картина, мне кажется, сделана потрясающе. И с точки зрения музыкальной, и вообще, в принципе, очень классно советую. Ну, всякие там, это именно вот для тех детей, которые смотрели мультик, которые выросли сейчас, и вот для них же сделан этот фильм. Но уже более такие глубокие темы, всякие затронутые, злободневные тоже там. Слушай, а для тех, кто не видел еще фильм, я, например, не видел его, там музыки действительно много, да? Все, все как в мультике. Не саундтрек, который идет на титрах там в конце, а именно вот, да, в телефильмах самого. Это как мюзикл получилось, очень. Мы столько работаем с тобой, Кутузов, да, что мы какие-то вообще даже... Да вся жизнь миланспрофессии проходит. Все ребята, актеры сами озвучивают себя, сами поют. Также, ну, наше озвучание тоже очень классное, но я смотрела и в оригинале, и с нашим дубляжом это Чумаков, Джина озвучивал Чумаков, очень здорово. Очень здорово. И пел он же тоже, да? Да, и пел, озвучил все ребята, которые озвучили, они и пели одновременно, и в фильме также те актеры, которые играют, они поют и озвучивают, ну, и играют одновременно. Даша мультики еще не озвучивала? Нет, я бы очень хотела, но не знаю, как туда вообще, как туда. Эй, оттуда, вот прямо сейчас, вот, да? Вот это самый правильный вариант, прямо сейчас говоришь еще и жди приглашение. И очень хочу попробовать озвучивать мультики. Я очень хорошо пою «Принцессу», если хотите, спою песенку какую-нибудь, так что приглашайте. А сейчас можешь спеть что-нибудь такое от имени «Принцессы», да? Возьму бы и нет, да, могу прямо... Давайте, давайте. А давайте моя Акапыльна сейчас прямо. Что скажет Вадим? Пожалуйста. А Вадим, потрясет, да. Значит так, у нас Даша Лиман от имени «Принцесса», а Вадим тогда... А я от имени «Барабанной установки». А ты меня, Аладина, на «Барабанной установке». Идет. Есть там песенка такая очень классная. Хочу заметить, с чисто музыкальной точки зрения, для меня это очень важно, что вот в мультике это более такая мультяшная подача вокала, в принципе. И такая действительно, если вы послушаете разницу, как в мультфильме это звучит, прям настолько это волшебно. И... А в фильме это уже так жестко, прям под... Я еще сначала недоумевала, почему же так жестко поет вокалистка из фильма. Я сначала послушала саундтреки, потом только фильм, подумала, что ж такое. А когда я уже посмотрела с картинкой, все стало понятно, то есть эмоции все передаются. Спою. Но я спою более как к мультику постараюсь, так что... Конечно. Как принцесса постараюсь. Я могу показать вам мир, благословяя, благословяя, благословяя. Скажи мне, принцесса, сейчас закончена. Ты, наверное, дай ваш сердце решить. Я могу открыть твои глаза. Делать вам в мультике, в мультике, в мультике, в мультике. Делать вам в мультике. Браво, я считаю, это не просто заявка, это заявище огромнейшее, чтобы в следующем мультике про принцессу, в следующем блокбастере принцессой была Даша Лиман. Слушай, смотри, тебя Наталья, наша слушательница, зрительница поддержит, пишет, да, очень прикольный фильм, мы всей семье ходили на Алладин, очень понравился. Супер, да, действительно так, советую. Плохого не посоветую. Ну, никто не написал в то же время, все ходили вместе, всей семьей в Тель-Авив на концерт Мадонны. Очень понравился. Ну, таки шо тогда, коли уж мы про Тель-Авив заговорили, хотела я задать сейчас вопрос Вадиму, но думаю, сейчас будет самое время посмотреть еще один ваш клип и послушать еще одну композицию. Это будет живое выступление, да, песни Хьюман, в 16 тонах был концерт, да? Давайте прямо сейчас его посмотрим, послушаем. Давайте, а что еще оставим? Поехали! Ну что, мы вернулись? Мы здесь и за кино, и за музыку, и домино, в общем, говорим обо всем. Домино даже. Вадим, для меня это тоже открытие. Оттошли, но. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях Вадим Зайдин, Даша Лиман, джаз-дэнс-оркестра. Часть только и этого самая семья. Часть, конечно. Но это понятно, это даже, я думаю, ну Вадим, зачем об этом говорить? Слушайте, а вот, кстати говоря, сколько музыкантов сейчас в команде у вас? Вот те люди, которые выйдут на сцену 30-го июня? Примерно 7-8 человек, да. Это духовая секция, да? Все-все-все, да. 7-8. От чего зависит, кстати, 7 или 8 человек? Кто может? Кто может? Ну, от песен, наверное, которую мы выберем, скорее всего. Если понадобится нам еще кто-то, то мы пригласим. А если нет, то вообще вчетвером. Вчетвером. А может, бывает такое, что в день концерта вот все раз и поменялось? А поменялось что? Настроение Даши, например, захотела другие песни. Настроение у меня, может быть, и поменялось, но в плане программы у нас ничего не меняется. Так что все стабильно. Благодаря нам все стабильно. А вот, слушайте, интересный вопрос. Смотрите, допустим, вы готовите программу, да, безусловно. У вас репетиции, там, про прогоны и так далее. И все, и вы решили, допустим, вот вы исполняете какую-то конкретную песню, в каком-то конкретном варианте. Ну, а начинается концерт, и вдруг вы понимаете, что у вас как-то, ну, как-то хочется по-другому ее исполнить. Внезапно совершенно, без подготовки. Такое может быть? Может быть. Бывает, да. Джазовые музыканты, поэтому там, как понесет. Стиль можем менять. Да, почему бы и не. Круто. В этом, конечно, большое преимущество вот именно джазовой музыки. Джазовый, Юль, джазовый. Это вторая джазовая сегодня. Джазовая музыка, она и... А звучит хорошо? Я хотела сказать, я блондинка бывшая. Видимо, бывшими блондинки не бывает. Видимо, да. Дорогой Вадим, мы же знаем, что звезды вам обещают. Тебе уже сразу я на «Вы» перешла. Тебе, Вадим, обещает в этот день. Ты же львенок, львеночек лев. Да. Вот послушай, что говорят астрологи. Сегодня Вадима ждет... Я не астрологов, я тебя послушаю. Меня? Хорошо, давай. Что говорю тебе я, Юля Егорова? Сегодня, Вадим, дорогой, тебя ждет много разных дел. Но нет сомнений, что ты со всеми справишься на отличном. Дел действительно много? Что я сегодня еще планирую? Конечно, сегодня еще выступление. Работа, выступление? Да, да, да. Понятно. А встали во сколько? Мы не... Я еще не встал, в общем-то. Я все еще тут спалю немножко. Семь часов утра? Да, чтобы мы все так вставали с семь часов утра. Сейчас ты проснешься, Вадим. Еще в три или два. Там что-то еще будет, что-то... Там есть кое-что еще, от чего Вадим за один проснется сейчас. Неужели? Дело в том, что сегодня у Вадима... Будет возможность пополнить бюджет и заключить наивыгоднейшие сделки. Я попала, да? Я проснулся, да. Бодрость, бодрость. А некоторым или вам даже предложат какой-то многообещающий денежный проект сегодня? Ну, обещать не значит... Выполнить, согласна. Ну, шансы есть, в любом случае. Ну, и, конечно же, сегодня в пути, в поездке, возможно, приятное знакомство. Так что по сторонам Вадим... Я в метро не знаком. А вот придется вы теперь. Ну, в общем, а вечер порадует встречей с людьми, по которым вы сильно соскучились. Это, то бишь, по Джастдан Соркестру. Это не вечер. Еще не вечер, видимо, да? Это день, который плавно перейдет в вечер. А потом еще и ночь. Дашенька, ты же у нас козерок. Я козерок. Я вкратце тебе хочу рассказать о твоих планах сегодня. Решил козернуть кутузы. Давай, пап, утром уже понятно, оно уже практически завершается. Вечер подходит для романтического свидания, общения с любимым человеком. Да или нет? Смотри, как реагирует на свой гороскоп. Также в это время уже поговорить с близкими о чем-то важном для тебя. И ты наверняка встретишь понимание, а также поддержку с их стороны. У меня всегда так. Так что тут городскоп не ошибается. Она родных настраивает на то, чтобы ее поддерживали. По-другому никак, да, Фома? Они сами меня поддерживают. А, ну еще ты услышишь немало комплиментов, да и сами сможете окружающим сделать много приятного. Это я, да, с удовольствием. Вы сегодня тоже очень красивые. Так что, видите, вечера даже не нужно ждать, чтобы делать комплименты. Да мы все здесь очень нормальные ребята. Нормальные, да. А, кстати, про родных. Родные люди, близкие вот на такие большие, значительные концерты, как концерт, который пройдет 30 июня в клубе «16 он», приходят или они уже вот, уже, вот, уже, вот, все? Ну что, придут? Ну что? Придут, Даша, или нет? Не знаю, до последнего непонятно. Если не работают, то придут, если есть время. А важно для тебя, чтобы были свои? Вообще, вообще, если честно сказать, то важно, да, важно. Поэтому я иногда расстраиваюсь, когда не могут, но ничего. Да, а я помню, когда у меня были отчетные концерты в музыкальной школе, да, нужно было играть. Я не разрешала никому на фортепрессию. Это большинство деток. Я не разрешала, у меня руки трястись начинали, я говорила, не надо, у меня нет, они нервят. Не смотрите на меня, я боюсь, да. Ну, правильно, это начало такого музыкального образа. Потом уже наоборот. Потом это все входит, и... А у меня просто оно как бы как началось, так и закончилось там. Да, да, в 91-м. У тебя тоже в 16 тоннах концерт, который сейчас вот как-то по разговору, я понял, да? Присоединиться, присоединиться. Или вы вместе вообще уже? Слушайте, давайте прямо сейчас, пока мы не забыли, а то забудем правду, у нас же есть победитель. Писал следующее сообщение, No Stress Music, название последнего альбома 2018 года. Откуда она его узнала? Это же правильный ответ. Это вы правильный ответ. А давайте нам аплодисменты прямо сейчас для Натальи. Наталья, поздравляем вас, два билета пригласительных на концерт Jazz Dance Orchestra 13 июня, то есть совсем скоро уже, в клубе 16 тонн, в общем, приходи. 30 июня. 30 июня. Конечно, 30. 13 она не успеет. Я сказал, 13? Это уже, да, все. Это уже машину времени. На 13 мы уже два билета подарили, а осталось вот на 30. Окей, 30 числа. 30 числа. Даша, помимо того, что успевает смотреть, в отличие, кстати, от тебя, Вадима, фильмы. Она мультики сейчас смотрит, да. Мультики, да. Она еще успевает страничку в Инстаграме вести, которую, я так понимаю, Вадим не особо почитывает, а вот сейчас какие-то посты, которые мы открыли, стали откровением даже для тебя. Даша, хочу вот после одного из твоих постов пробежаться, высказалась, как, собственно, да, и все медийные персоны, наверное, никто не остался в стороне на тему тяжелого люкса против инстаграмщицы в купальниках, и задала вопрос своей аудитории все-таки, кто может носить сегодня дорогие вещи, а кто не может. Ну вот все-таки давай с тобой об этом поговорим. Это же, Вадим, не про музыку сейчас, да, я так понимаю, разговариваю? Я даже не знаю про что. Я тоже. Ну давай послушай. Давай коротенечко, вот, Даша, объясни про что это, Вадиму. Мы рядышком постоим вот с девичника. Если вкратце, то есть какие-то люксовые бренды, которые... Серьезно? Да, которые носят звезды, артисты, кто-то там, я не знаю, первые лица всякие, да-да-да-да. Или считающие себя таковыми. Или считающие себя таковыми. Так вот вопрос был в том, кто вообще может, имеет право носить эти вещи, потому что один человек, известный директор, да, по-моему, Болинсиага, насколько я знаю, да, директор Болинсиага такой марки одежды, очень достаточно премиальный, оскорбил не такую уж нам безызвестную личность, как Ольга Бузова. Ну неизвестно, что это он, но Ольга Бузова утверждает, что он. Ну, наверное, у них как-то там, они знают между собой, что вот она носит куртку его бренда, значит, не носи, пожалуйста, куртку моего бренда, типа, не позорь на мой бренд. А ведь, нет, а я человека понимаю. Вадим. Ну, а что я могу сделать? Вадим, а я понял, что мы с тобой счастливые люди. Рубашка в полоску, рубашка в клетку. Клетку. Я считаю, что одежда, в нашей жизни одежда не главная, поэтому не тем они как бы занимаются, кто хочет, тот носит, у кого есть деньги, тот покупает. Но они в той плоскости, где только одежда, собственно, и обсуждается, внешние такие. Ребят, смотрите, у нас 35 секунд, давайте вы прямо сейчас пригласите всех на свой концерт, еще раз обозначить число. 30 секунд осталось, 30 секунд говорит о том, что это будет 30 июня. Не тринадцатая, а тридцатая, сейчас мы все запутаем. 30 июня, клуб 16 тонн, начнется концерт в 8 часов вечера. Ребята, приходите, все будем очень ждать, будем танцевать, петь, ну, будет весело, всегда весело. Сказала Даша, не очень бодро. Будет весело, будет весело. Чувство юмора у вас, ребят, вот такое. Дарья Лиман, Вадим Зайдин, джазданс, оркестра, спасибо вам. У нас могла все-таки делать. Спасибо, друзья, всем пока, до завтра. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok